Меня зовут Баиста. Я аспирант в Университете Внутренней Монголии. Меня зовут Антрополог. Я находилась в Кыргызстане 10 месяцев. Сегодняшнее мое сообщение посвящено Сарт-Калмыкам из Кыргызстана. Я более подробно останавливаюсь на истории, обычаях и традициях. Расскажи о том, как это трансформируется. Они себя позиционируют как Кыргыз, как Монгол, как Торгут и как Элд. Они обосновались в этой местности. Выступив из Синзянского района, из ареала Текис, из Западной Монголии. В таких сиренях, как Харагол, Челпек, Бурмансу, Ташки и Бюрваш. Они все почти что одновременно появились здесь в 1881 году. Они исповедуют ислам. Основной язык у них это киргизский язык, но и, конечно, пользуются русским языком тоже. Они используются юрдим диалектом киргизского языка. Они используются юрдим диалектом киргизского языка. Как вы проживаете в Челпеке? Как вы проживаете в Челпеке? Как вы проживаете в традициях, обычных гостеприимствах? Как вы проживаете в Челпеке? Как вы проживаете в Челпеке? Как вы проживаете в Челпеке? Спираете в Челпеке? Происхождение. Правые группы можно разделить основы. 2 группы Тетен дотран Арун Тауэн олгуты, хуақтык Тер, он бағы олығын дотран Арун Тауэн, ему? Төрін Тауэн, қазірін күн Арун Тауэн олгуты Ну вы читаете, да? Сего 14 родовых группы Да, сего 14 родовых группы Но они делятся на две эти большие Да, да, скажем Байрта Невчекчангар келджелху Бичамага соншчатху Да, арнтау наугын, кыргызын, тёчынаугасы, оңдан, илгыртык Вот эти 15 групп отличаются от киргизских, исконно киргизских 40 этнических групп Здесь написано так, она говорит немножко иначе, ну ладно Я буду переводить то, что она говорит, а не то, что написано, хорошо? Да, да, конечно Буду обращать внимание на то, что написано, хорошо? Вот эти два рода, они считают исконно калмыцкими Да, это свойственны киргизам, они тоже различаются по родам Своё происхождение связывают именно с происхождением рода Вот вы видите генеалогическое дерево калмыков Байнбах Те, которые проживают в Челпеке, они считают себя выходцами, представителями этого рода Вот сейчас я хотела бы остановиться о том, как у них изменилась жизнь То 1991 года Киргизы их называли Сарт-Калмаками После 1991 года стали их именовать калмыками Сарт-Калмаками Да, сейчас они называют себя и монголами, и Таргутами, и Лютами, и Киргизами, и Сарт-Калмаками Ну, почему Киргизы называются Киргиз? Киргиз Да, как мне Кельчки? Я начала читать Айдентитий Бэв осынгихна Улсимпитан бәгулікті басхамады А, свое происхождение этнонимы Киргиз они связывают с топонимом Киргизтан Киргизстана ахна еринкаликчи, толғалыкчи Аскар Акайев бәрінгархтан, их лад Киргизтанды Юмей олсин, төринбодлық Первый президент Киргизстана Аскар Акайев ерхалингчы? Оден киргиз, biri жид Вопрос Генезисе Киргизы Он уже поставил во главу угла, тез делом государственной важности. Подделение этого Яғдэ монарх Мы代表им национально идентичны для них, для современных президентов. Это, прежде всего, первый избранный президент, потом то, что монасты тысячи лет и так далее. Две тысячи лет создания кыргызского государства. Ну, я пока перевожу то, что... Я пока перевожу то, что она говорит. Барисанна, давайте обсуждать после как раз. Да, я перевожу то, что она говорит. Так что вы можете сделать сами это. Я перейду на другую секцию. Нет, нет, нет. Давайте будем обсуждать как раз интересный доклад. После того. Байрте, я дадим слово. Угу. Хайрта. Таран, Манасыг Улсин Батыр болуы. Манаса объявили, эпического героя Манаса объявили национальным героем. Тегаад, 40-зен, дешен, ау-беге чихылчылсын. Дешен, дешен, яめин ONG-дешен, чтоб к чихылчылсын, ааа, 44-зен ухамгин, до educate даже 붓ы, из наших пос wind, осна�г людей, которые början. А. Определил 40 основных этнических групп. Устройство, национальное устройство, оно выглядит таким образом. Национальное строительство, политика, национальное строительство. И национальное строительство, оно выглядит таким образом. Ну вот памятник Монасу виден издалека. И на одной из сторон вот этого памятника, стейл, обозначены все эти 40 этнических групп. Да, вот эти основные этнические группы. По моему мнению, значит, есть три основания киргизов, калмаков, чильпек. Почему они еще и себя относят к калмыкам? Есть три основания тому, на ее взгляд, на взгляд боисты. Во-первых, это национальная пища. Есть три признака, по которым определяет она. Так, да как? Происхождение, происхождение рода. И язык, который они считают калмыцким. Даже те, которые себе идентифицируют киргизами, они на празднествах этих, значит, как бы становятся калмыками. Ну, такие важные события политические происходят, когда выборы президента, конечно, они считают себя киргизами. Они поступают, как киргизы, да. Вот калмыцкое блюдо, калмыцкий чай. Борцыки. Это жареные лепешки. Ну, и бульон. Мясной бульон. Да, и дома, в доме у них можно увидеть вот это вот изображение Чингисхана. Спасибо за внимание. Простите, если были неточности перевода. Я слушала оригинал. Спасибо большое. Старалась не смотреть текст, который на экране. Спасибо большое и Баирта Ачта, и Дакерин Женовна. Спасибо большое. Я думаю, что будут вопросы. Очень интересно. Я слышала, Баир Зариктович, что-то там. Да, да, да. Что-то он сзади говорил за Мариной. Да, вопросы. Ну, тут понятно, мы тоже исследовали эту же самую группу. Мне просто интересно, вот человек побывал там 10 месяцев, да? Да. То есть вот помимо вот этих крокольских саркалмыков, да, то есть вот мы когда работали там, мы еще зафиксировали людей, говорящих на калмыцком языке, на самом деле еще и в других населенных пунктах. Вот это, например, Тон, да, на побережье Сыкуля. То есть там реально говорящие на калмыцком языке есть, но мы о них не стали писать. Там была специфическая ситуация. Они нас спросили не афишировать о них. И дети этих саркалмыков, они уже, то есть в отличие от челпекских, они себя категорически записывают кыргызами, не пишут калмаки. То есть вот в Челпеке там еще вот, я даже паспорта фотографировал, там четко идентичность калмак там и так далее. То есть там. А вот за время вот этих 10 месяцев, помимо челпекских, вот каракольских саркалмаков, другие группы ей попадались еще в общем. Вот только по двое вещам идешь. Либо что-то грант тут же руздак подписывают. Ибо... Байрта, Чанды асуудлы вэн. Бурятердинтін, Чанды асуудлы, Ием асуудлы. Тере, Киргизде че арвын сардан елсын, Те, Те, Энэ, Челпекасы талдан, Те, Бәрінді, Бәақы, Көміс, Тедің басы халимгар келжесегі, Эдің отчы, Басы кейрин судыл кеғат, Бурятердімті тенд отцын, Басы талдан ғазырты басы халимгар келжевәне кежене. Болу үшен тереңган олынды медулджи бәақынуға. Бейсін халимгар келж. Тедіна, 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 Тедің болу үл, Біян, Қалимгар келжі бәақынуға, Киргиз келжесегі бәаңі. Тегаттері, Челпекасы талдан, Онсы, Ямар-ямар ғазырты, Халимгар келжі бәаңі келжі бәаңі келжі бәаңі. Міні, Харғылтын, Джерің әсінасы, Тан Бұрмасу, Бұрмаш бяесін бәрбаш бяесін бәрбаш. Бұрдын Извините, пожалуйста, бурятские коллеги, может, мне не стоит переводить, вы понимаете ее? Тогда я не буду переводить, хорошо? Бейрта сказала, что она была в других местах, но там она была в других местах, но там она была в других местах. Там всего 5-6 человек говорило на калмыцком языке, а в то время, как раньше, этих людей было больше, знающих, говорящих на калмыцком языке. И они были старше 16 лет. Да, они были преклонного возраста. Мы сделали видеофон даже, вот, кстати, нигде пока не публиковал, у меня в Челпеке только записан человек 7-8 с интервью на калмыцком языке, ну, включая Розу и других известных людей. Еще у Дитмара Шорковица был вопрос. Дитмар поднимал руку. Да, наверняка не вопрос, а может быть, это и есть вопрос. Но спасибо за доклад. Доклад, который звучит для меня очень знакомо, потому что в нашем институте есть одна сотрудница, его зовут Аида Алимбаева, Аида Али Алимбаева, которая защитила на эту тему. Аида Алимбаева тоже читала русские источники, как Бурдуков, Прозахт, Калмыков и так далее, но она была там, в Киргызстане. И есть, это последнее замечание, и есть статья от New Foot as Marker of Identity in Челпек, Киргизстан. Так, Эны Али Алимбаевы, аида Алимбаевы, бичцын негу, эгюлильвенаген, даккарне кельджелху Олху. И кроме того, есть диссертация на эту тему. Я хотел бы... Название статьи? Это статья или диссертация? Это статья, это отрывки из диссертации. Отрывки из диссертации. Байрта, тире ангеликелер кельсин, ой, эгюлин, ойлху. Я хотел бы узнать... Эгюлин, ойлху. Знакома она ли с этой литературой или нет? Да, она знакома с этой работой Аиды Алимбаевой. Нужно очень аккуратно с ее работой. На русском языке она опубликовала статью в советской этнографии, в этнографическом воззрении. Что-то там фантазии было очень много. Это переводить для Байрты не надо? Да нет, 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 это так. Можно перевести, наоборот. Если я понял, там есть критика со стороны бурьярских коллег в отношении работы Алимбаева. У нее не совсем объективная работа все-таки построена была. Категорически, да, полное несогласие с нашими исследованиями. Мы, например, с Байртой во многом сходимся, возражений как бы нет. А там просто категорическое отрицание идет. Там видите, как в социальных сетях мне уже неоднократно многие калмыкии, вот эти собственные саркалмаков, они пишут, они приглашают, они возмущены ее работой там как раз категорически. А причем я не понимаю, почему она там, вот она про нас написала, что там были бурьярские коллеги, которые воспользовались каким-то там административным ресурсом. Мы вообще никакой администрации ни о чем не извещали. Она там врет через слово вообще буквально в этой статье. Я был бы очень благодарен, если бурьярский коллег послал мне название статьи, на которую он сейчас селается. Ну я пришлю, обязательно хочу. Спасибо огромное. Вот на графическом обозрении она была. Можно задать вопрос? Да. Я хотел бы задать вопрос. Да. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Спасибо, Павел! Единственное, добавить можно, там вот прямо недалеко есть халмокташ, то есть это как раз вот эти камни, которые надписи буддийские, они под бэхом, они все кыргызы категорически связывают именно с калмыками. Еще есть места, которые называются калмыцкие могилы или калмыцкие могильники буквально. Это вопрос? Какое отношение калмыцкие? На основе ваших исследований? Да, да. Когда я там находилась? Когда я там появилась? И когда они узнали, и когда они узнали, что я из Синьцзянь, и тогда они признали, что это как раз таки является их исторической родиной. Я думаю, что они узнали, что они узнали, что они узнали. Вы узнали, что они узнали? Ну вот, в Волжских калмыках, как они называли, или российских калмыках. И более того, были люди, которые играли совместную свадьбу. Свадьба, когда они привезли невесту из Калмыкии. Она просто констатирует, что были такие свадьбы. Спасибо. 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 Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.